здрасте друзья всем привет итак продолжаем заниматься потихоньку продолжают заниматься поливом вот столько у меня всяких фитингов здесь тройники краники используют жиликс в принципе неплохие потому что их пнд 20 везде проложил нормально так краники краники да и вот такие вот конечные переходники на быстросъем вот включаем так делаем так это так дальше быстросъем краном перекрываем соответственно или открываем и поехали поливать не знаю все что из этого выйдет не знаю хватит ли мне мощности насоса короче будем пробовать вот это самый бюджетный полив который можно придумать как по мне да это вот рабочее место вот такой большой большой 3 метра да по моему получается длину мне нужно сюда установить все эти верстачки станки станки точнее и чай подумали вы но это не чай in hell какой-то бум-бум старый но ничего вроде работает это вы знаете уже штуку видели ее много раз моих видосах поэтому она переезжает сюда будет здесь вот так у меня здесь есть ящички еще с этой стороны с той стороны тоже такой вот отсек где много много разного хлама ну не хлама а скажем так инструмента да и полок разных по наделал себе вроде неплохо подзабил пространство вот поэтому занимаюсь соединением вот этих штук вот нарезал и дальше можно вставлять крутить вот такие заготовки готовы и дальше соответственно нужны вот эти адаптеры для быстросъема из дешевых это вот палисад есть и квадроэлементе вот один я уже установил сюда ну посмотрим как будет работать гардена а вот керхер у меня еще есть тоже на подходит а это не этот большой керхер три чертах не подходит ну короче буду смотреть если плохие то будет кардену брать гардена на текущий момент стоит 350 рублей и вот так вот их много получается у меня этих коннекторов не коннекторов а зон полива но насос со всеми не справится явно то есть какие-то перекрываешь там какую-то включил не знаю буду смотреть что из этого выйдет короче тот еще косячник я одну палисад сломал начал завинчивать ее рукой ой рукой ключом и все она не выдержала вот вот отмечу что это хрустнуло моментом да вот это квадроэлементе тоже закручивал ключом но она не вылетела видите он ну где-то там побелело так сказать посмотрим выдержит давление или нет но все остальные я все затянул уже рукой чтобы не рисковать то есть но посмотрим прокладка прижмется плотно или нет тоже может подтекать быть может придется потом подтянуть ну а дальше место поболее не заделанная да то есть вода оттуда идет вот оттуда идет там тоже будут соединять проходит здесь под дорожкой идет сюда здесь вот она пришла вот она отсюда уходит уходит она вот туда дальше уже блин насос хватит мощности нет ох посмотрим значит здесь нужно поставить сначала тройник вот такой вот соответственно соединяем да ну понятно да то есть подал так пойдет чтобы прошла дальше магистраль все это дело и от тройника уже удлиню и дальше вот на этот кран вот что в итоге получается но вкапывать буду потом уже главное кран перекрыть проверить когда буду тестировать дальше мне нужно подключить насос шланг насоса к пнд трубе изучал я все там не шарю поэтому сидел изучал как же сделать как же сделать короче вот сюда нас пндх 20 вставляется здесь идет внутренняя резьба три четвертых потом идет штуцерная называется три четвертых сейчас туда накручиваю и дальше уже хомутом затягиваем вот ничего другого я не нашел чтобы шланг по-другому пценик пндхи и так заглядываем в колодец он у меня на 9 колец значит 4 пнд трубы каждый отмечен где-то это провод для питания насоса другого будет да где-то тот уже питается насос которого сейчас будет на полив он там стоит и какая-то пндх как раз отвечает за полив мы сейчас поймем сейчас умеете как помечено 333 нет это туда выходит одна это провод вот пустышка по моему да вот это и есть полив сейчас соединяем а шланг насоса он где-то там сейчас насос будут доставать и шланг соответственно тоже но собственно докопался до шланга все отдел его на штуцер и теперь осталось сюда пндху двадцатую закрепить и дело сделано шланг я буду использовать керхеровский двадцатка ну то есть 13 миллиметров 20 метров 1 2 дюйма вот и завод называется он короче распылитель воды тоже керхеровский у него сейчас боевое крещение ни разу не пользовался я такими штуками вообще никогда в жизни своей долгой уже но значит это наверное направление да то есть право-влево насколько далеко бить должен сейчас разберемся и эти можно закрывать или открывать да здесь вот все открыты и эти все открыто нет вот открыто вот так вот наверное да вот ссылки на это на это все внизу есть так что там если что на все комплектующие ссылки вставлю под роликом шланг пока использую длинный но потом для каждого участка будет свой соответственно стоять стационарно честно говоря я прям волнуюсь переживаю а вдруг не заработает вдруг чуть еще все как бы проложено но единственное что может это косячное соединение всех вот этих штук да это я все соединял могу накосячить а второе может не хватит мощности насоса то есть ему нужно сначала выкачать из колодца а потом еще метров 50 по земле прокачать не меньше даже наверное поболее будет ну не метров 50 наверное сможет ли он с этим справиться потому что насос честно скажу у меня не самый какой-то мощный а бюджетный старый древний уже тысяч за 5 что ли брал его посмотрим итак даем питание пока не подведена там нормальная розетка не все по колхозному еще фух заработает или нет так краны все закрыл поехали насос пошел работает шланг убежал у него побежали побежали смотреть кто быстрее вода или я вода или я а у ничего себе вы смотрите льет льет но гордена протекает ой блин не подойдешь теперь воздух воздух прокачивать видимо гордена протекает или этого это вот этот штат штатное соединение видимо воздух еще где-то а знаете что наверное бил сейчас и шланга шланг с водой был вот значит еще не докачал до сюда ну давай 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 вот это я не проверял да не закрутил ну ладно я думаю сейчас поработает рукой затяну потихонечку открыто 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 ну же давай насос здесь о пошла жара так в описании было что-то про типа метров 16 бьет туда-сюда сейчас мы на максимум то сделаем опа но сейчас может давление не хватать чтобы бить по максималке то есть это нужно протестить на каком-нибудь там первом реальный насос надо поболее потому что это поливает слишком слабо но но работает работает друзья мои работы я сделал полив газона бюджетный максимально бюджетный вообще самый дешевый какой только можно придумать по моему так протекает а протекает что у нас надо там не может все закрыл нормально все соединение пока открыты можно проверить потом закопаю их уже будет не видно здесь не течет здесь не течет я красавчик там вроде тоже не течет здесь не течет вообще ни капельки там не течет сейчас здесь проверим сразу наверное тоже он чуть подтекает блин значит это вот это вот здесь она дальше потекать значит дело вот в этой штуке ты сидит отсюда были нас потери давления идет и последнее соединение какие я хотел проверить здесь у меня закрыты вот но пауки нормально здесь вот вроде не капает ничего нормально затянулся и посмотрим последнее соединение это колодца ну я смотрю тоже не течет не вижу чтоб что-то где-то капало круто круто да да ну в общем вывод из сегодняшней поливалки это то что нужно мощнее насос покупать который способен прокачать по максимуму такую длинную трассу в идеале вообще насос должен быть который смог бы у меня обслужить хотя бы несколько участков то есть не один прикиньте сейчас один только участок прокачивать самый дальний вот нужно прокачать больше участков соответственно какую-то бандуру на то поставить вообще но вот собственно характеристики давление 2 бара 5 16 метров до туда 5 12 4 бара 6 20 метров 6 12 в края видимо поэтому мне давление не хватает насоса явно ну что готовы запоминаем высоту подъема и включаем здесь опа сейчас прокачает смотрите но 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 шушу шушу сначала бьет никос ему пофиг это примерно такой же остался он и этот столько же льет я так понял можно и все сразу включать а теперь фокус покус готова примерно ушло на это плюс минус пять часов вот я не знаю сколько камазов мы сделали единственно дорожки грязные нужно их пылесосить если меня чудо пылесос но учитывая погоду которая сейчас надвигается это дождь я все зато сегодня 25 тысяч шагов друзьям и 25 тысяч шагов это жесть просто я просто обалдел но надо выравнивать все это короче но явно не сегодня и там между гаражом тоже добиты до конца поэтому принципе можно сеять газон но дорожки обалдеть все в земле все в земле просто посмотрите просто следы вот топовая дорога здесь заезд и от кучи уже ого-го практически ничего не осталось она все меньше и меньше также сейчас параллельно сразу закину насос для уличной раковины это обычно такой малыш будет трудиться но характеристики у данных насосов то что максимальный напор наверно у меня вот это до 60 метров прикиньте 60 метров максимальный напор но полторы полторы тысячи литров в час я хочу его проверить то есть насколько он справится напор у него обалденный но давление какой он создаст наверно будет слишком маленькая но даже ради интереса посмотреть что из этого выйдет а потом я его просто переключу на уличную раковину ну что смотрим что он качнет хотя одну закроем надо открыть интересно работает даже лучше чем тот насос тот дренажный насос это обычный малышок эти сорняки по вылезали все не смогу удалить короче надо их выдергивать по отдельности теперь ну что малышок работает примерно так же как и тот дренажный насос мы давайте попробуем создать мощное давление вот так эта штука должна поливать на самом деле и далее вот до куда бьет это называется водка создается хорошее давление для нее но это домашний водопровод это я понимаю полив это да блин вон до куда он до сюда бьет вот это уже куча метров так что классная штука но при условии нормального давления ну что подогнали мне новый насос посмотрим как справится он ух ни фига себе 32 мощный должен быть но проверим насколько уху ничего себе погружной по моему у него погружение до 30 метров и вы сами видите какой длинный провод расход максимальный 55 литров в минуту напор 75 метров здесь то есть вот я максимально взял такой и что мы еще имеем и все больше ничего не имеем 900 ватт вот 75 метров напор и глубина погружения по моему до 30 у него идет в общем то будем тестировать зверюгу большой вот я покажу большой и достаточно тяжелый поплавок тоже присутствует так что в случае чего либо не включится смотрите он длинный поплавок то вот откуда ничего себе интересно где у него происходит выключение здесь или здесь посмотрим и что-то читал отзывы по моему обратный клапан есть еще ха 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 а вот это я не учел а ну вон да обратный клапан там видимо вот он 32 труба то тут у дуду 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 она шланг мне надо тогда какой-то переходник в общем поставил вот такой штуцер от другого насоса то есть сейчас без обратного клапана он у меня ну не критично в принципе то потом подумаю переделаю сейчас главное вот протестить его посмотреть хватит мощности или нет хотя в принципе я в нем уверен ну вот собственно вот этот обычный фекальный насос у меня качал до этого с минимальными характеристиками так сказать у него напор 6 метров вообще ни о чем все в принципе понятно но он у меня использовался уже давно для других назначений а этот уже будет целенаправленный так сказать да моток кабеля получился еще огроменный конечно ну что вроде подключил дать проверим ох то блин вылетела фух гринда дурацкая вот эта штука теперь поливает весь промок в итоге но к счастью денек жаркий ой там все залил ну короче надо теперь настраивать ну как видите бьет теперь ого-го ого-го далеко высоко вот достает вот до сюда прямо и параллельно еще даже вот это захватывает участок и выключился как я и думал вылетел шланг под таким давлением он не удержался поэтому нужно делать штатное крепление вот это вот на пнд-шку 32-ю а потом короче надо думать так как поливать вечером все равно надо то пока по колхозному затянул на два хомута я надеюсь такая конструкция выдержит поставил два новеньких а то сначала старенький был вот но мне главное сегодня бы вечер полить а то жара стоит на дворе а потом уже буду думать закажу недостающие запчасти чтобы уже полноценно с обратным клапаном так сказать было в действии ну вот считайте вон до сюда брызги и там весь забор и все 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 брызгает теперь мощности хватает там всю брусчатку забрызгал гараж забрызгал вот я вижу что у меня вон тот подтекает сейчас я его тоже включу давайте давайте их надо регулировать сейчас 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 машина ой там все зальет тут всю грядку еще зальет мне меня меня блин да вот теперь полноценный нормальный полив сейчас рано еще только поливать сейчас попозже включу ну в общем то теперь и гараж вырастет и силах только поливать да уж регулировкой заниматься и заниматься а обалденно обалденно вот в теории можно поставить здесь и на 2 будет сразу работать и тот чуть-чуть подвинуть сюда тоже будет работать и на эту и на ту соответственно нужно посмотреть как лучше их установить в общем я думаю такой насос прокачает не 2 и наверное даже не 4 а может даже все 8 даже здесь протекает видите так что может быть когда я их все установлю то давление здесь хватит чтобы запустить как минимум 4 штуки полива но остается только главный вопрос хватит ли воды в колодце насколько хороший там дебит я пока понятия не имею а если будет засушливое лето то можно испытать проблемы поэтому вода не центральная так что уже будем ограничены скажем так не мощности мотора чтобы успеть все полить а количеством воды ну посмотрим ну и вот итог трудится втроем этот настроил на эту маленькую грядочку чтобы здесь полил то есть убавил мощность перекрыл несколько этих штук так сказать эти двое здесь трудятся вот так что ссылочки все внизу найдете а потом я когда уже все везде сделаю газон докуплю этих разбрызгиватель забыл как они называются короче внизу ссылка тоже на них есть там есть название и уже протестирую мотор по полной вот так сказать по максимуму ну я думаю должно хватить он достаточно мощный не будет в